всех приветствую с вами я веган христолюб и у нас с вами сегодня очередной разбор оправдание или вопросы по оправдание отмазки отговорки ну и наш ответ на их нити вопрос отмазы отговорки людей убивающих животных и пожирающих труп или по какой-либо другой причине убивающих как охотники там или эксплуатирующих животных как те кто проводит над ними опытами ради великого блага человечества для науки любым другим причинам для того чтобы созерцать их в клетках в зоопарках цирках неважно какая причина эксплуатации любви стаж его существа и мы отвечаем на вопрос этих людей о том что они не веганы веганы эти люди как раз которые любят животных и словом и делом защищая в частности как раз их права на это благу бытие на эту счастливую жизнь и вот отвечаю на вопрос людей не веганов потому что они не хотят быть веганы и потому что что животные ничего не чувствуют чувствуют ли животные боль или другими словами конечно же каждый раз я вам говорил уже неоднократно еще раз повторюсь записывайте ролики я думаю не ерундой ли я занимаюсь мы порой отвечаем или сами даже веганы ну ничего не любой проповедник истины ничего не выдумывает все вопросы на которые он отвечает пусть даже глупо они возникают ум в умах людей недалеких да и приходится на них давать ответы несмотря на тупость и зеркальное бессердечье этого вопроса или аргумент или оправдание то что кто утверждает что животных нету сердца у него самого нету сердца он потерял уже именно поэтому он их убивает эксплуатировать потому что у него уже от сердца ничего не осталось он просто выкинул на помойку люди которые говорят что животных нет соответственно мозгов делают то же самое они зеркально лишь являет то что у них у самих вместо мозгов давно одна лапша осталась которая может только заварить заварить и выкинуть на помойку даже ржать не стоит потому что это блевотина самое настоящее но звучит более расширен это вопрос так чувствует ли животные боль недавно читаю я вам тексты некоего активиста вегана проповедника эда землянина из англии говорящего на английском языке мною тоже очень любимый проповедник активист я пользуюсь его текстами его книгой все эти тексты у него есть видеоформате он их озвучивал но я за основание беру тексты и говорю уже свои свои еще мысли его зачитываю очень мудрые умные и свои тоже добавляю тоже мудрые и умные от прислушивания которым будет зависеть ваше благо бытие и в этой жизни и в будущем недавно мне кто-то сказал что животных нет мозгов я не знаю что здесь это не написал что он ему ответил в принципе можно было уже ничего не отвечать на что этого человека как я вам сказал зеркально по его мировоззрение можно понять что у него самого нету мозгов несмотря на всю абсурдность этого высказывания некоторые люди на самом деле считают что животные не чувствуют боль но разумно ли использовать аргумент о том что животные не чувствуют боль чтобы не остановиться веганом в европе и многих западных странах уже довольно давно существуют законы защищающие права некоторых животных поэтому если обратите внимание я здесь даже в тексте слова некоторых выделил жену free шрифтом это очень важно да а то мы часто читаем или говорим очень быстро без ударений непонятно на какую мысль обратите на какое слово обратить внимание который концентрирует основную мысль здесь частности очень важно что защищают именно права некоторых животных поэтому если кто-то причинит боль тут дальше пишет собаки или кошки то есть вот этим вот животным потому что в разных странах государствах народах есть так называемый животные даже до сих пор который находится так назовем по религиозному в святцах да то есть обогатворенные какие-то конкретные животные ну или пусть до какого-то уже такого религиозного фанатизма не дошло или наоборот от него ушло но все равно это животное является там символом страны или государства или народа пусть не прям в религиозном почитании но все-таки это такие ярких примеров думаю вы сами загуглите все это найдете поинтересуйся этим вопросом животные там что-нибудь забьете в яндексе наберете тип животные являются святыми или почитаемым в каких-то народных странах вы все это найдете ну китай панда допустим то же самое да возьмите даже ту же самую придуманную человечеством кстати вот я не знаю если это во всех странах но в россии в частности есть красная книга до куда заносит вымирающих животных вымирают они кстати благодаря на 95 процентов из-за чего из-за человека его деятельности прямо или косвенно убивая их прямо прямо из ружья до либо косвенно уничтожая их не среду обитания загрязняя ее или прямо уничтожая то же самое мы уничтожаем сначала загрязняем организм этого живого существа потом она просто погибает как и любой человек мы сейчас будем об этом говорить люди от животных вообще ничем не отличаются да ну и это просто так говорит я вот можно сказать поправляли добавляя не суть важно плюс это русские переводы его иностранных текстов может быть не не четко перейдено неправильно не внизу не совсем точным смыслом это не суть важно мои мои проповеди несмотря на то что я пользуюсь там текстами это да поэтому если кто-то причинит боль собаке или кошки леру возьмите любое это животное почитаем в народе это это святое животное помните как в эсвентурия с джимом керри в племени была там летучая мышь белая до святых поэтому не суть важно это будет считаться уголовным преступлением за которое последует соответствующее наказание мы признаем что эти животные почему мы их оберегаем на законном уровне там в красных книгах или даже как мы видим не просто в каких-то красных книгах хотя красная книга красная книга есть именно закон красная книга не является законом она является такой констатации факта а вот уже потому что уголовное или неуголовное преследовательное по красной книге может быть может не быть то есть немножко разные вечно тоже понимать это это на сегодняшний день так завтра может красная книга станет зеркалом уголовных преступлений против животных это как люди уж там назовут обзовут это не суть важно да мы признаем что эти животные способны страдать зачем мы кто заносим просто так что или оберегаем законом запрещая потому что красная книга она как бы грудь не совсем я тоже как пример привел ну давайте действительно опираться все-таки допустим на уголовных надальцев которые запрещают и правильно сказал бить там эксплуатировать жестоко обращаться там более расширенный спектр до действий красных книг это конечно просто вот факт занесли все там в основном просто животные на грани вымирание которые там не 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 выводят тират почему они на грани вымирание когда это докатилась человечество наше общество также так мы мы признаем что эти животные способны страдать поэтому закон предписывает уважать их жизнь и достоинство ну и здоровье все там не только убивать и калечить нельзя и так далее да издеваться наше общество также признает что животных которых мы убиваем тоже есть предписывающие их гуманному наше общество также признает что животных которых мы убиваем тоже есть способность страдать потому что у нас есть законы защищающие их благополучие и предписывающие им их гуманное умершвление то есть даже если приходится по разным причинам это до сих пор кто знает автаназии вопрос умершвления человека причем добровольного люди некоторые очень сильно страдает давать сильно тем не поднимать ну так раз уж об этом говорим животным это к людям относится вопрос открытая кстати позор и скажу что у меня нет точного ответа для себя то у меня есть а знаете в законном каком-то понятии вот можно разрешать в тон азию или нельзя там просто у закона всегда есть такой косяк что как к нему потом как его интерпретируют по-хорошему это свобода каждого человека но этой свободы могут каким третье лица так воспользоваться что что можно довести человек до самоубийства может быть выдать там за автаназию тут очень просто тонкие гради а на таком действительности все было в идеальной системе ценности рассмотрим вещей нет никаких косяков опять неправильного толкования и эксплуатации этого там закона исковерка искажения неверного или заведомо неправильного его применения то автаназии это дело свободы человека особенно людей которые возможно действительно в каких-то трудных жизненных ситуаций в частности это болячки допустим люди многие очень сильно страдает кто чем-то в жизни сильным болел а я болел и до сих пор страдаю может быть не так сильно немножко вот отпустила но я как всем говорю я пять лет в аду прожил я знаю что это такое и я своей стороны никогда в жизни не судьбу не осудил бы человека который решил с этой временной земной жизнью с очередной решить расстаться сайт по причине ужасной боли если кто-то терпел что-то подобное тот поймет о чем я говорю язык никогда не поднимется осудить такого человека уж тем более там отправить его в ад на вечные муки от свобода выбора каждого человека может ему это бог испытание послал но вытерпеть его не дай бог никому вообще сталкиваться с этой с этой дилеммы потому что это ужасно мы можем читать книжку про его как он 10 лет там себя кожу сдирал потеряв все да и восхищаться как он все-таки претерпел все это хотя и роптал на бога но претерпел но это восхищаться легко со стороны и хорошо что так было если почитать историю с его в библии написанную за реальность то слава богу и всегда тоже восхищался радуйся пример но когда ты переживаешь это сам ты врагу этого не желаешь переживать ты хочешь что просто это у тебя закончилось и не дай бог никому вот я это тоже сам выражает эти слова то же самое животное разная может быть причина действительно животным может случиться несчастье какое-то его грубо говоря уже там не знаю пополам переломала под машину попал и чем она будет еще с переломанными там всеми ребрами и внутренними частями уже любой врач говорит там хирург что его не собрать не сшить уж действительно шприцом за две секунды это вообще усыпление это не долбежка даже по голове вот я сомневаюсь что животное даже укол почувствует у которого это все переломано допустим уже наружу всего лазит то есть какие-то такие вот случаи вот это не сцельный болезнь внутренних органов и руках у человека так у животного может быть если есть такой диагноз я и человек такого не сужу потому что особенно христиане которые верят но не только христиане кто признают вечность бессмертие божьего бытия и всего творения то здесь это я игру кому-то может мне принципе все равно как говорится кто обо мне чё подумает это гуманным там назвать не назвать делом любви я бы назвал делом любви то что смотреть как страдают другие и животные не способны человеческим языком проговорить человеку помоги мне да люди хотя бы это мог ты то заметьте дилемма тут не мог ты конечно проще всего судить людей которые может быть действительно действительно гуманно вот это не гуманный забой не путайте с этой дурью трупожорской это помощь потому что если тебе ставить смертельный диагноз да ты как христианин опять же верующий тут тоже знаете есть христиан есть не христиане христиане христианину рознь один верит в исцеление по вере исцеляется действительно может и воскрешать способен кого-то есть кто спокойненько в это не верит будучи христианином или в какой-то мере вере верит и подвизаются нужно лишь верить что бог исцелит ту собачку но только опять же верите страдает она она хотел бы страдать когда я вам еще раз вернусь к своему опыту когда я пять лет в аду в этом пребывал то что со стороны кто-то верит и молится за меня я-то в аду каждый день от боли кричу рыгаю и блюю от того что меня выворачивает наизнанку изо дня в день это но молит это молишь ты муж веришь что я молюсь только чуть ничего не происходит поэтому это вот такой здесь я тоже хотел бы такую добавить ремарку потому что это достаточно краткие эти записи и текстовые краткие видео вкладывается вот как раз строго по своим текст как видите я люблю расплываться по древу поэтому по поводу гуманного умершвления это одно дело да то есть мы даже это на законном уровне во многих странах действительно регулируется такой вопрос что это не считается грехом не то что это на законном сделать значит не грех истина это то что есть все что не поверье как говорится в писании то есть не поистине не по любви то грех а здесь человек руководствуется каким принято принципом принципом любви он хочет человеку особенно я говорю по идее даже для верующего это вообще не проблем для неверующего может быть проблем он действительно думает что это животное погибает там умирает или человек а для человека исповедующего бессмертия ну что одна жизнь один аватар другой аватар какая разница это не суть а должен ли человек претерпеть всю боль на земле это вопрос даже для христиан открыты это совершенно абсурдно потому что в этом нет никакой логики ведь не существует ни одного гуманного спу способа эксплуатации и убийства животное которое не хочет умирать когда когда на то нет веских причин то есть ну тут это конечно объясню то есть ну и я вам своим словами сказал просто не то что это прочитали что не путайте ты с гуманным забоем которые пытаются труппажоры преподнести эту блевокину оправдывая свои беззаконие что якобы ну вот рассмотреть можно гуманно усыпить там животное которое страдает по какой-либо причине или вот мы убиваем ради того что сожрать живое существо здоровое прыгающие по лугам да но я захотел сожрать я взял и мою голову оторвал ну или уколол его укольчиком да не у меня буквально кто смотрел мои ролики кто знает мою жизнь давно меня смотрят я хоть и не обзавожусь домашними животными но господь посылает каких-то кошечек то еще я жил в пузево в другой деревне в которой я сейчас живу кто помнит трех котят я подобрал к выкинутых тоже на улицу и одна умерла у меня опять на руках неважно травилась она опять там мыши каким сейчас же всех все травят все на свете неважно по какой причине у нее что-то стало желудком у нее были кровотечения она на моих руках три дня умирала и что ничего там хорошего нет я как всегда три дня прибывал просто в аду рыдал и на все это смотрел и не знал как ей помочь вот и все сейчас за медицину кто то есть там в комментариях начнет топить взять медицина вон я еще и рассказывал кто знает мою жизнь еще до покаяния у меня и в этой ветеринарки я уже за не за трупом приходил а пришел забрал и тоже два дня мучений на моих глазах невероятных вопли она так умерла после ветеринарной клиники у меня на руках так что это топите себе это все ну верите вы можете вести ветеринарку и у меня есть два случая как минимум вот буквально не то что свеженьких а сейчас прям по памяти всплывают до покаяния одну я забра и убили ветеринарки я не буду все рассказывать не хочу даже уже и так тошно то что все вспоминаю принес здорово забрал больную как прямо у нас с человеками в медучреждениях туда лучше вообще лишний раз вот и мне ходить вот и я отдал на свою голову и все и не было той девочки которая туда отдал и вот пожалуйста но в этот раз я даже не повёз уже потому что не верю во все это ну что он вот так вот так что так вот это по поводу гуманного да это надо понимать эти вещи однако само наличие таких законов говорит о том но и тут уже итог обратить внимание что сейчас мечта однако само наличие таких законов говорит о том что мы как общество признаем способность этих животных чувствовать боль и страдание то есть это как всегда почему я говорю для меня многие вопросы я вообще эти темы никогда в жизни поднимать бы не стал я благодаря ему вот этот когда-то этот ролик увидел большой склеенный где все вот эти 30 прав таню когда-то их тоже кусочками записывал потом их собрать перевели на канале а за есть зерно духа можете там его посмотреть и вот конечно все эти все равно мне они помогли они расширили тоже мой кругозор как видите я тоже решил все-таки записать все это конечно же то есть наличных законов ты башей у животных нет чувств пожалуйста тебе вот ведь законные пишутся кем законодательными органами там они в думу неважно думы какой неважно как какая страна какая там политическая система парламент не парламент не суть важно законы принимаются якобы от имени кто бы их там этого концовки не про не при не принимал как говорится не исследовал в концовке это всегда это что это как якобы выдается за желание большинства вот большинство общества хочет жить то это действительно тоже аргумент для тех кто тупо живет в социуме но говорит что животных нет чувств пожалуйста вряд ли вы найдете действительно хоть одно государство которое нету есть или нету законов об жестоком эксплуатации там определенных вот именно некоторые животных конечно же сравнив вот эти вот законы разных стран мы к какому выводу приходим ну я всегда люблю приводить в пример самые из россии и китай как всем известно что там пожалуйста то есть также все прилавочки в одной линии со свинюшками цыплятами там коровками кем угодно еще овечками такими известными слоя животными трупами животных заваленными в россии прилавками мясных этих всех лавок точно также в рядок висят собачки кошечки с одранными ничем не такие же расчлененные все как у нас в россии только кошечки собачки полно мемов в интернете конечно же от веганов в сторону труппажеров что да там типа едят я в эту тут нигде вставлять не стал здесь как бы уеда эта тема не подчеркнут мы уже об этом вами тоже с вами говорили еще будем не рассеять тем приблизительно перекликается и как видите я-то люблю пространные проповеди поэтому я в одном вопросе еще куча старых вспомню и будущих новых которых еще не касался ног вскользь коснусь где да там ой китайцы звери да там пожирают кошек и собак сами сидят мертвый поросенок на столе это конечно же что это такое у вас на экране картинка уже и вы тоже видели в интернете полно веганы таких картинок и делают иллюстрации это тонкая красная линия лицемерия собачки я люблю мы все домашние животники ну и проплачиваем убийство теляток до которых сами пожираем скормлены собачки хотя и все собачки кошки спокойно живут на веганском питании и у самих веганов ну если труппажер то понятно не будь веганским питанием своего хищника кормить только эти хищники вас в домашних условиях с обычными падальщиками они никого не охотятся вы им паштет вываливаете из консервной банки вот и все они никакие не хищники хищник впивается в живую жертву в горячую кровь ваши домашние питомцы то обычный падальщик такие же как и вы вы ни на кого не охотитесь никого еще со стучащим и бьющимся сердцем не разрываете на куски вы обычные падальщики вот и все и такие же ваши домашние питомцы якобы которые хищник которых в квартире заперли и водите на поводке заметьте в одной стране закон нельзя там собачками плохо обращаться есть такой закон в китае нету значит это закон чего хорошо появится веганское государство веганская страна там естественно будет закон защите жестокого обращения не защите а наоборот обличения суждение жестокое обращение животными защите их благу бытия ко всем видам без исключения у веганов будет так где тогда истина или истина она в зависимости от греховности человечества меняется бог разве изменяем разве истины любовь добро они от того что человек творит их и не творит они пропадают или появляются нет любовь добро и истина благу счастье радость они просто существует независимо от того что человек пребывает в них или нет а то что начал делать зло это не значит что его зло стало добро а добро перестало быть добром и стало злом а зло стало добром называться нет от того что кто-то решил кого-то изнасиловать это не значит что мы должны статью за изнасилование из уголовного кодекса вычеркнуть потому что ну раз один на силу значит нормально или если даже будет большая часть населения насиловать друг друга не знает что это стало добром хотя это в законе и большая часть населения это делает это не добром от этого в глазах божий глазах бытия от массового помрачения людей не становится вот и все так что как пример это рассматривать конечно очень хорошо но люди может могут стать и кучкой дебилов кучкой чем кучка найдет процент что один только нормально останется потому что относительно русских китайцы кажется до извергами собачек и кошечек убивают относительно веганов все трупажоры конченые идиоты бессердечные с окаменелыми сердцами вот и все законно это еще закон государственный общей массы толпы мира после грехопадения лежащего возле это еще не является истиной да если он соответствует добру как это приводит закон добр помните как павел писал закон добра если кто его законно употребляет там по слову закон павел употребляет в смысле слова добро закон добр если он на добро направлен если употребляет его на добро тогда он добр да если это просто узаконили зафиксировали добро да признали человечество признало даже в законном уровне что это вот добро вот это вот зло но это если она истина признала истину признала добро а если она зло назвала добром от этого и соответственно добро злом наоборот как веганов не раз вне закона объявляли объявляют в некоторых странах объявляют а может и будут еще объявлять неизвестно где это не говорит что веганы стали действительно вне закона относительно истины нет Они как были и останутся истиной, потому что они проповедуют, исповедуют прежде всего своей жизнью и проповедуют любовь к животным. И это добро, и это любовь, и это истина. Хотя в Китае не убивают панд, потому что это их ненациональное животное, являясь символом и гордостью Китая. Но при этом в России спокойно убивают медведей просто из прихоти, покупая индульгенцию на убийство в так называемом охотничьем беспределе во всем, как это назвать, организацию помягче, я даже не знаю, двери ада или как это назвать, исчадье ада. И спокойненько, просто из прихоти. Им этот медведь не нужен, они не будут есть его мясо, они не одеваются в его шкуру. Он им вообще не нужен, они убивают просто из прихоти, просто из прихоти своего безумного окаменелого сердца. Все. Но в Китае убьете панду и сядете до конца жизни. Вот вам законы. Но, здесь очень важно это слово, опять я в последний раз, мы с вами двигаемся дальше, обращу внимание, некоторых. То есть хотя бы то, что мы о некоторых говорим и заступаемся, говорит о том, что просто единственная у нас красная листья... Я не зря эту картинку поставил здесь, потому что она не совсем отражает суть этого абзаца, но как раз отражает ту мыс, которую я хочу донести. Это лишь все эти законы, они говорят, что да, мы почитаем, мы понимаем, мы признаем, что животные страдают, чувствуют боль, не хотят умирать. Но лишь некоторые животные. И вот этих вот некоторых животных, группку и одних от других, отделяет лишь уровень греховности и падения того общества, которое это делает. Оно более извращенное и тупо. Оно, эту группу делает совсем маленькие. Да, всех остальных можно. Не сомневаюсь, что было в истории, еще будет. Да дойдет до того, что да, вообще можно будет всех на законном уровне убивать, уничтожать, эксплуатировать. Ну или мы зачастую, конечно, живем вот в этом лицемерном обществе какой-то псевдолюбви и тут же параллельно с этим жесточайшего насилия и смерти. Это безумный мир просто, в котором мы живем. Если посмотреть, ну на фотографии, кто знает, Эд Хопкинс, Эд Хопкинс, я уже все тут собрал. Хопкинс Феникс, голливудский актер, снялся официальной рекламой, мы все животные с такой курочкой, как будто он через ее глаза смотрит. Взгляни глаза на мир глазами животного. Если посмотреть на этот вопрос с научной точки зрения, у животных за чувство боли отвечают те же или почти те же отделы мозга, что и у нас людей. Вот это уже второй раз говорит об уме. Вы помните, кто предыдущий ролик смотрел? Ну, не только ум. Ну, может, ум и является, никто не знает, из чего состоит человек досконально, как все работает, как я уже говорил, и не надо в это лезть. Будьте просто собой. Будьте в этом плане. По уму, детьми. На добро будьте совершеннолетние. Не важно, как у нас работает все это. Мы никогда этого даже в принципе не поймем. Даже для христиан в небесном царстве. Христианину до лампочки, как все это происходит. Потому что все мироздание, как и он сам, это мысли Бога. Ведь не важно, как я потребляю эту информацию через глаза, уши, рот или ручки тактильно. Как это что-то через нервное окончание доходит в мозг. Мозг сигналы обрабатывает через сердце, пропускает. Я начинаю что-то чувствовать за счет выработки гормонов радости или горя. Никто не понимает, что это опять у меня либо трясется, либо кайфует, либо боится. А это уже душа, это вообще видимость не облого. Или я вот это, дух, душа. Это вообще невидимое. Как она связана с плотью, никто понять не может. Это такой бутерброд, который и слитный, и он и разделен вроде мы их делим. Дух, душа, тело, мозги, нервная система. Другие друзья, все вместе. Человек это я, я просто есть. Ковыряйся в себе, не ковыряйся. Ребенку понятно. Ай, прикоснулся, боль. Не буду делать. Мне я страдаю. Ой, хорошо, кайфанул, погладил. Мне хорошо, я счастлив. Я испытал радость. Буду продолжать делать все. Простой закон жизни. Поэтому, конечно, не только у животных, и в этом и в прошлом ролике неоднократно я говорил, животные, у которых есть души живые, потому что сам Писанию, кто верующий человек, признает Берешит, Тору еврейскую, Бытие. То же самое, только христианскую книгу, перевод этого Берешита. Это все, в кого вдумка дыхание жизни, мы все не зря тут реклама у Феникса, у Хоукина. Это we all animals. Мы все животные. В этом плане мы все животные. Растения, животные. Есть четкая грань разделения. Это почти действительно очень схожее наличие всех органов. Внешних, внутренних. Это душа, по идее, это не невидимая область. Я хоть тут у меня проскочил так сквозь слово, это немножко неправильно. Кто знает, все говорят, душа, психия, это тоже плоть, так скажем. Это чувство вот именно. Невидима только одна область. Это дух, это я, вот моя личность. А у них у всех есть психика, у них есть душа. Мы сейчас вот Хоукина, ой, Эд будет об этом писать. В роликах своих говорит об этом. Они также подвластны даже стрессам. Да, животное может довести до психорасстройства. Вот именно той же самой эксплуатации, этой насилием, заключением этим в неволе. Они тоже начинают психически заболевать. Потому что посади любого человека, любого с ума можно свести. Животное можно свести с ума. Значит, у него есть что? В ответ на тому, кто у Эда спросил, вернее сказал, что у них нет мозгов. У них есть мозги, побольше, чем у нас, по-моему, иногда. Более того, животные в момент боли демонстрируют такое же поведение, как и люди. Они издают звуки боли и отчаяния. Что надо еще? Тут уже мысли я тоже еще раз эту скажу. Уже неоднократно говорил. И в начале сейчас сказал. Еще раз скажу. Что нужно еще для познания, чтобы понять, что у животных... Вообще ответить на этот глупый вопрос самому себе. Есть ли у животных ум и сердце? Вот нужно что. Глаза, уши, нос, как всегда, руки, рот, все что угодно. Все органы чувств. Ты все видишь, все слышишь, все чувствуешь, что у него бьется сердце. Значит, у него есть сердце. Не надо вскрывать ему грудную клетку, чтобы в этом убедиться. Руку достаточно положить на область груди. И ты почувствуешь сердцебиение животного точно такое же, как ты почувствуешь у себя. И ты его так положив, и ты сможешь понять, слушай, он такой же, как я. Это нужно сколько высших образований или скольких проповедников, блогеров, веганства переслушать. Нисколько. Две руки нужно только, все. Одну приложить к своей грудной клетке, другую положить на грудную клетку животного. Все. Как люди, они за это звуки отчаяния раскачиваются вперед-назад. Вот. Заметьте, это очень часто говорит, я уже это поправлял, как о чувствах, и только будто они там боль передают. Ну, в принципе, понятно, он одну мысль просто часто тянет. И вообще, что у них просто есть эти органы чувства, они точно так же через них получают радость и наслаждение, удовольствие. Это тоже важно понимать. Это чувства, они сами все не хороши, не плохи. Это органы. Они не грешны, не добродетельны. Вот то, что мы через них получаем или что ими делаем, вот это другой вопрос, для чего мы их используем. Частота дыхания, так, они раскачиваются вперед-назад, дрожат от страха. Частота дыхания меняется, теряется аппетит. Все так же у людей. Мы демонстрируем одинаковое поведение в ситуации боли. Рыбы тоже чувствуют боль, потому что на это есть веские причины. Это помогает им избегать опасности и травм, опасных для жизни. Однако у животных есть способность чувствовать эмоциональную боль и страдания. Тут даже Эд разграничил насчет эмоциональных страданий у рыбы. Да кто знает-то? А разве дельфины? Какие? Ну мы опять очень, знаете, одно слово потребили – рыба. А ведь рыба рыбе рознь. Посмотрите на бесконечный, бесподобный, до сих пор до конца не исследуемый мир, как говорится, водный мир, да, богом сотворенный. Ну, мелкая селявка, нам кажется, ничего там не испытывает. А все знают прекрасно уж, насколько изучены крупные рыбы, дельфины, киты, да, всякие там тюлени, вот эти такие полусухопутные все вот эти, пингвины. Насколько они умные, насколько они социальные, насколько они эмоциональные, а эмоции – это сторона психики, вот именно, что у них вот то же самое все есть. Поэтому тут рыба тоже понятие относительно. И это рыбы только, а есть и ракообразные, и же, и же, и же, и же там видов, как иноземных, кого только нет. Это все элементарно, ну, видите. Раки хотят быть сваренными? Конечно, нет. Конечно, нет. Он от кипятка вот так растопыривается, когда его в ведро сует. Нет, конечно, он так же корчится, кривляется. С того, что у них нет чайского голоса, это не значит, что они ничего не испытывают. Так, ну, и вот это пишет, что у животных есть способность чувствовать эмоциональный бой страдания. Все мы знаем, что собаки страдают от тоски. И это действительно сколько таких случаев. Кто смотрел фильм, как это, про эту хаски-то, в Японии, потом уже и таких в мире нескольких историй нашлось. Ну, вы помните, да, кто смотрел с этим, с Ричардом Гиром-то, забыл, как называется-то. На основе реальных событий, где собака там потом, когда хозяин уехал на поезде на работу и на электричке, там, неважно, из мелкого городка в Японии, и там, авария какая-то, или он от сердечного приступа, по-моему, умер, и собака 17 лет на вокзале просидела на одном месте. Ну, так, может, иногда чуть ходила, там ее кормили. Так она 17 лет и просидела. Там ей потом памятник на этом месте поставили. Ну, вы знаете, фильм-то я что-то прямо из головы что-то крутится, никак назвать не могу. Не хаски, хаски от породы там. Как там называется? Ну, ладно, может, вспомню. В комментариях кто-нибудь напишет обязательно. Это помогает так. Животные есть это тоски, когда расстаются со своими хозяевами. У них может быть депрессия, тревожность и панические атаки. Однако не только собаки, но и животные, которых мы едим. То есть тут опять это, конечно, берет там, не знаю, Европу, то же самое, ну, Россия якобы часть Европы, там, да, у нас кошек, собак якобы не едят, вот, ну, пожалуйста, возьмите Китай, всех едят. Поэтому это все, видите, как оказывается, да, якобы мораль и добро и зло устанавливают люди. Нет, истина она просто есть. Вот насколько мы ей следуем, и соответственно, это уже другой вопрос. Ну, и животные, которых мы едим, эксплуатируем, способны эмоционально страдать. Когда мы забираем теленку у молочной коровы, у его матери она проходит через ужасные психологические страдания. Она мычит и зовет своего ребенка, там она до недели кричит, потом у нее надрываются голосовые связки, и корова уже не может просто... Когда у фермы спрашивают, почему ей следовали этот вопрос, почему корова где-то через 5-7 дней перестает кричать и звать своего теленка, оказывается, только потому, что она надрывает связки, она теряет голос и просто уже не способна кричать, а она рот открывает, а тут уже ничего не вылетает. Она бы кричала и звала бы его не только 7 дней, да. Молочная способность страдает. Когда мы забираем теленку у коровы, у его матери она проходит через ужасные психологические страдания. Она мычит и зовет своего ребенка. Она оплакивает его потерю. То же самое происходит с животными, которых держат в неволе. Например, с касатками, которые тоже страдают от горя и эмоциональной. Ну, в принципе, вот тут это приводит рыб как крупных, как касаток, да. Эмоциональные потери, когда в них забирают детенышей. Поэтому мы знаем, что эти животные способны страдать не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. А это, кстати, тоже немаловажно. Это действительно, это не только какие-то физические рецепторы. Это вот страдания души, которые мы тоже видеть не можем, как и радости. Это область невидимого мира. Его доказать бесполезно. Ты можешь только посмотрев, вот эта картинка Хоакина, она, его социальная реклама, она гениальна. Ну, в принципе, отображающая истину, поэтому и гениальна, и проста в это же время. О том говорят все времена, и все народы, и все ее великие мудрецы, и умные святые люди, и в частности, Бог, пришедший воплоти, Иисус Христос. Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот и все. Что каждый ответит за свои дела. Что все ты испытываешь, и все пожнешь то, что ты посеял. И поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы с тобой. Люби ближнего, как себя. Все очень просто. И тогда возникает следующий вопрос. Но страдает, то есть, вопрос страдания или нет, я думаю, что да, достаточно поговорили. Я тоже считаю, как и я, в принципе, в этом писал, что вопрос, конечно же, по сути, глупый, тупой и бессердечный, в принципе. И когда он звучит от человека, ты понимаешь, что у него просто сейчас, он настолько пребывает в грехе, естественно, окаменев сердцем и умом. Да, можно поговорить с человеком, зачастую это ничем хорошим не заканчивается, потому что к покаянию мало людей желают быть расположенными. Это даже их желание быть расположенными. Это человек, который стремится, даже он, может, об этом публично не заявлял и сам себе как-то конкретно еще не ставил задачи. Это человек стать совершенным, но пусть хотя бы стать чуть лучше, не быть полным идиотом и тупицей, и жестоким бессердечным человеком. Если люди с таким девизом живут по жизни, да, их сердце можно касаться, можно что-то сказать, и что-то у них изменится. Люди, конечно, которые закоснивают в грехе сознательно, там тяжелый случай. Ну и теперь это еще при этом вопросе, вообще чувствуют или не чувствуют, насколько они чувствуют, затрагивают вопрос. Ну, закончат, мне даже и прибавить, убавить нечего будет. Чем он закончат, порой можно прочитать и на этом закончат. Действительно, на самом деле, не до лампочки, больше они или меньше чувствуют. Ну, давайте почитаем, а потом я поговорю. И тогда возникает следующий вопрос. Но страдают они так же, эти животные, как и люди? Возможно ли приравнять их страдания к нашим? Мы же, боги и дети Всевышнего, все мы. Можно ли кого-нибудь уподобить нам? Разве они так же страдают? А какая разница? Для меня ответ на этот вопрос совершенно не имеет значения. Есть ли смысл сравнивать, кто страдает сильнее, а кто сильнее чувствует боль? Важен сам факт того, что животные способны испытывать боль и страдания. Это я вернусь к своей болячке. Вы знаете, когда я сильно болел, у меня при этой болячке там еще параллельно, как у всех, куча болячек. Еще бывает, то зубы заломят там уже кариес какой-нибудь или пломба там. И еще что-нибудь. У меня есть с кожей проблемы, что только нет. Еще эмоциональные страдания бывают по жизни из-за кого-нибудь. Из-за хейтеров, троллей, злых людей, плохих работников, которые тебя не обслуживают в день учреждения в каком-нибудь как надо и так далее. И вы знаете, боль к боли она не присоединяется. Одну другую не затмевает. Даже при всех моих мучениях, когда добавляется еще, ты и так в аду мучаешься, еще зубы начинают болеть, тебя не успокаивают и не утешают. И ты не пытаешься мерить, мало или больше, это боль. И я до сих пор не здоров от своей болячки, неизвестной, от которой пять лет я просто страдал невероятно. И даже сейчас в каком состоянии пребываю, мне частенько нехорошо, так скажем, с той же самой периодичностью, только в два, то и в три раза слабее, и может быть периодичность немножко ушла. Я хочу быть полностью здоровым. Конечно, я не хочу того ада и каждый день с ужасом и с издраганием вспоминаю, что если это вернется. И при этом параллельно какие у меня возникают еще опять сложности. Я говорю, с кожей каждый раз у меня проблемы. Это не как мне там расползается все, ну якобы это и у меня экзема. Что толку-то? Мне это не радует, и я никому этого не желаю. И когда я вижу человека страдающего, даже небольшой болячка, что-то, даже человек себе по пальцу стукнул при мне, или там что-то упал, придавил. Я не говорю ему, вот, если бы ты какую я боль испытывала, я даже тебе сочувствовать не буду. Ты же не так, как я в аду там пять лет прожил, или до сих пор живу. Поэтому у меня нет к тебе жалости, потому что ты меньшую боль испытываешь. Какая чушь. Я как раз испытав особенно ту боль, которую я испытывал, я еще больше стал милосерднее, сострадательнее к людям. Вообще для меня стала любая боль человеческая. Я и раньше таким был. Я всегда говорил, конечно, это урок от Бога мне, чтобы я стал каким-то более сострадательным к людям больным. Я и до покаяния достаточно был, вот я как раз не употребляю, даже любеобильный, сострадательный именно. Знаете, я мне всегда любые фильмы смотрел, какие там живые истории в жизни у моих родных, близких, друзей, что случалось. Я всегда очень переживал. Вот им неважно, это могла быть не обязательно физическая боль, эмоциональная потеря, деньги, люди, квартиры, дома теряют, да, разводятся там, дети там погибают. Это же не прям физическая боль, это боль души этого человека. Я всегда сострадал, я не хочу, чтобы человек страдал, я хочу, чтобы человек радовался. Бог есть любовь и радость, и кто понимает это, а это сущность нашего каждого бытия. Мы все хотим жить в абсолютном раю, небесном царстве, вечного счастья, благости и радости, мира, покоя, любви, одним словом. Просто хотим вечный кайф. И это нормально для любого человека, потому что Бог есть благо, счастье, радость, удовольствие, наслаждение. Бог сам такой, и мир создал для этого, и мир есть такой. Создавал он как-то таким или нет, потому что Бог просто есть. Неестественно все противоположное, потому что это все коверкает это. Радость на нерадость, боль, удовольствие на страдание. Это все наоборот. Мир на войну. Это все это неестественно. Поэтому вот это вот, задумываться над вопросом, насколько животное испытывает боль, когда ему бьют кувалды по голове и меня, есть ли там разница? Нет никакого разницы в сути этого вопроса. Это вообще тупой вопрос. Если вы им задаетесь, подумайте, есть ли у вас мозги и сердце. Потому что вы именно через сердце вот это сами-то какую-то боль испытали. Я говорю, неужели нельзя к себе применить, как Иисус говорил. Себе примери эту шкурку. Наличие этих эмоций говорит о том, что у животных также есть потребность избегать таких эмоций. А это значит, что мы не вправе оправдывать применение боли и страданий с животным в любой форме, когда в этом нет необходимости для нашего выживания. Давайте подумаем. Тут о выживании у Эды еще будет вопрос. Давайте здесь опустим. Потому что я говорю, его вот эти, может быть, переводы такие, может быть, ну и он по-разному говорит. Любого проповедника вырви слова из контекста или еще что-то из контекста не только даже одного предложения, не только одной речи, а вообще его мировоззрение. Как вы знаете, как я проповедую читать любое писание. Это не только стих в контексте предложения, абзацы, книги, а вообще и даже совокупности книг под названием Библии есть вообще-то истина. И ту же самую Библию мы сравниваем с истиной, только с этим. А истина для тебя – то самое светлое и чистое, что ты почитаешь сегодня за истину, стремясь к абсолютному совершенству. Потому что, может, ты не достиг, но пусть ты чистым сердцем сегодня пребываешь в том, что ты пребываешь. Ты стремишься к познанию истины, к познанию совершенства, чистоты. И все это исполняешь. Бог тебя открывает дальше, если ты в чем-то заблуждаешься или чего-то не достиг. Условия, алчба и жажда правды. Тогда, деятельной жизнью очищая сердце, ты зареешь Бога, становишься Богом, становишься Светом. Поэтому по поводу выживания будет еще на необитаемом острове. Здесь можно, конечно, Эду укорить, что он ради собственной жизни убьет и сожрет труп живого существа. Я вас заранее просто скажу, что, допустим, этот землянин, мною любимый, уважаемый за его деятельность и жизнь. Нет. Вы знаете его ответ на этот вопрос. Это уж он так, как говорится, в общей фразе для трупожоров. Да, чтобы хотя бы на какую-то ступенечку поднять, а потом дойдем мы и до острова ради выживания. Будет ли вообще в жизни такой момент, чтобы якобы ради выживания, когда сейчас супермаркеты просто ломятся от еды. Давайте подумаем. И, кстати, тоже неплохой Эд затронул такую мысль. Я говорю, хотя она уже все это настолько абсурдна, с одной стороны, но он молодец. И он для меня стал примером. Как вы видите, я тоже говорил, как любого проповедника, активиста, в этом плане лидера, укоряет в какой-то гордости, не слушая никого-то. Я не слушаю идиотов. Я кого перерос, никогда профессор не будет слушать второклассника. Профессор будет слушать только профессора. Или максимум, конечно, может услышать студента, если увидит, что тот студент гений от бога. И действительно несет что-то такое, что его поражает. А когда несут бредятину, чепуху, блевотину, конечно же, я этим не питаюсь. И вот Эд для меня тоже стал своеобразным таким, опять маленьким кумиром. Дал мне повод писать эти видео, дал мне пример. Несмотря на то, что все упирается, конечно, в твое похотливое чрево и нежелание любить, но все-таки он взял и написал эту книгу, пишет эти ролики. И я по его примеру, очень важно показывать в жизни пример. Я надеюсь, что кто-то, взглянув на меня, тоже последует этому привету, к примеру. Несмотря на это, все равно мы, когда это говорим, вы знаете, мы сами во многом утверждаемся, другие утверждаются, все эти тонкости доделывают мазки на общие картины. И у вас становится такая прекрасная, нерушимая стена добродетели и вот этого истинного мышления. Вы действительно способны ответить потом трупажорам тупым, которые действительно в образе имеют просто образ тупых детей. Потому что дети, тут даже тупых детей, наверное, неправильно выразился, детей, которые еще глупы. Ведь они родителям задают такие вопросы, и родители думают, ну что ж ты такие глупости еще говоришь, когда он там маленький. Но родительные дети смотрят снисхождение, потому что понимают, что это соответствует их возрасту. А вот когда чепуху несет взрослый человек, мы уже не смотрим на них снисхождение. Мы смотрим, у виска крутим или вот так, у тебя мозги-то куда ты их проделал, пропил, проел, выкинул, слил в унитаз. Что ты с ними сделал? По поводу страдания, действительно. Я, кстати, эту мысль тоже говорил, сейчас что-то по-другому скажу. Давайте подумаем над таким вопросом, когда собака ломает ногу. Разве она не страдает больше, чем мы? Ведь когда мы ломаем ногу, о чем это говорит? Мы знаем хотя бы, что мы можем выпить болеутоляющие, чтобы уменьшить боль. Мы также знаем, что наше страдание закончится, потому что все ломают, гипс наложат, месяц пройдет, недель шесть, и все заживет. А разработаю и буду кое-как жить. Когда боль окончится, прекратится. А вот собаки, любое другое животное, не знают заранее, что боль когда-нибудь прекратится. Она ничего не знает о боли утоляющих, которые могут приглушить боль. Ну, сейчас домашние животные, как мы уже с вами говорили, в принципе, можно его обезболивающее, не усыпляющее, а обезболивающее, наоборот, вколоть собаке. Но это в мире людей, если это так называемое домашнее животное, а в дикой природе, которые могут приглушить боль. Поэтому они испытывают гораздо больше стресса, тревоги и страха, чем мы. Ведь они не знают, придет ли конец их страданиям. Ну и все. Я такую же мысль, знаете, то же самое, я всегда говорю про бессмертие. Вот человеку неважно, ну, христианин в первом плане всегда у меня стоит на первом месте. И все остальные, кто исповедует, признают бессмертие Божьего бытия себе во благо. Потому что признают они или нет, оно от этого не меняется. Человек просто, и все бытие Божье просто бессмертен. Но от этого признания очень много у вас в жизни меняется смертное зрение. Я вам уже даже сегодня мы с вами поговорили об этих вопросах, как усыпление, автаназия, как угодно. То есть для верующих людей, ну, как их называют так, верующих, нужно доказать это невозможно. Невозможно доказать воскресение Иисуса Христа, невозможно доказать собственное вечное бытие, потому что мы живем в ограниченном пространственном временном измерении, якобы которое заканчивается концом, якобы смертью. Смертью лишь визуальной, как сбрасывание одежды. Ничего в этой жизни никуда не пропадает. Бытие, оно просто есть, у нее нет границ, нет какого мусорного бака, который из бульона вселенной, что-то можно помещать, как корзина в компьютере, а потом вообще куда-то в небытие удалять. Бытие, оно просто есть. Бог есть везде. Даже в так называемом Аде, который называет самое удаленное место от Бога, даже в самих псалмах написано, что куда не попаду, даже на самое дно Ады и там ты. Нет места, где нет Бога, потому что Бог есть в бытие. Это очень важно понять. И, конечно же, человек живущий, почему я проповедую, не просто любовь, а в том числе и бессмертие, как христианин, как человек, познавший истину, как дитё Божье, потому что это делает человек самому счастливым. У вас меняется абсолютное мирозрение на многие вещи, которые делают вас благим. Это помогает понимать правильно эти вещи, которые опять в свою очередь делают тебя благим и так далее. Это очень важно. Очень важно. Это, я вот не зря сказал, тут вот действительно дилемма опять, давайте этот вопрос ещё раз. Два светлых человека. Один признаёт бессмертие, а другой не признаёт, хотя оно всё равно от этого не перестаёт быть. Вот у них, да, дилемма. И вот у каждого по больной человеку или животного, которое страдает и уже всё, кричит, усыпите меня, не могу. Конечно, у человека, который верит, по-настоящему, получается, верит, в смерть, в конец всего, он верит, он доказать это тоже не может. Но у него даже выбора нет, что он сам его убьёт, что он будет до бесконечности, и он на себе будет чувствовать вину и грех, если он это сделает, так скажем. Ну, грех тогда, слово немножко неуместно к нему. Страдание, боль, он сам будет психологически страдать потом, что он, может быть, сделал не всё возможное, и что мог бы продлить его жизнь, что жизнь это так прекрасна, а он просто, его съели черви, как говорят атеисты, от него ничего нету. И возьмите, вот как я сегодня вам говорил, другого человека, в пример ставлю себя, такого, как я, который знает, что всё бессмертно, я бессмертен, и это животное его душа или человек передо мной, он тоже бессмертен. Если он, если это сейчас действительно такой момент, неважно, он уже страдает, у него уже нет шансов, его смертельный диагноз поставили, он мучается от нереальной боли, и он этого хочет сделать, пожалуйста, может он сам это хочет сделать, я его тогда отпускаю, если это мой родственник, да, или просит помочь, может быть, он не может даже это сам сделать, какой-нибудь инвалид, там, колясочник с парализацией рук и ног. Вы знаете, у меня лично не буду чувства, что я его убил, действительно, по его желанию, без его желания носить, то есть я это исполнил его волю, которую он для себя посчитал благим, не потому что он мне дал индульгенцию. Это к вопросу о харакире японском, кто знает вот это, типа, сохранение чести. Ну, я к этому, там вопрос просто ради чего, хотя там есть глубокий хороший смысл, конечно же, что да, человек обесчестил себя, готов, если бы так относились все святые люди, а в первую очередь я всегда болею за христиан, которые, из-за которых их улицы, имя настоящего истинного Бога Иисуса Христа, если бы они вот так относились к своей чести, к святости, к своей, столь же трепетно и действительно вот так вот бережно, как японцы, там, не знаю, неважно, эти самураи, так называемые, войны, да, к своему пути самурая, что если ты вот нарушил этот кодекс бушидо, да, там, пути самурая, то все, вот если бы так было, вот было бы хорошо, да. Конечно, не призываю к массовым самоубийствам, значит, каждый второй псевд, каждый первый псевдохристианин должен себе брюхо-брюхо вспороть, но вы понимаете, о чем я, я надеюсь, у вас мозгов хватает с рассуждением понимать мои слова. Но это выборы и этих людей, вспарывает он себе брюхо, на самом деле, там, этот самурай или нет. Любой христианин, это, по идее, самурай, это путь святого человека, путь жизни, путь за Христом, неся свой крест. Вот в душе должен так и относиться. Просто христианин этого никогда не сделает, потому что он понимает, что Бог есть любовь, и от того, что он себе спорит брюхо, ничего не изменится. Он признает, что Бог есть любовь, а значит, есть покаяние. Значит, я сегодня, не важно, что я опять отступился сознательно, а тем более, если случайно, то вообще просто каюсь, как говорится, а каюсь, это не просто побрехал под полотенчиком у батюшки, что я больше не буду так делать, и дальше продолжаешь. Нет, это когда ты сам себя укорил действительно, и покаяние твое проявляется в дальнейшем. Обещание сначала, как Петр писал, Богу чистой совести, ну и потом деятельной жизни уже, не творя этого. Вот и все, не важно, что ты совершил. Вот так вот. Это действительно, я вот, знаете, я говорил, да, для, знаете, я все говорил, я к чему мысль закончить, я не договорил ее, что для меня даже вот человек, который кинется, вот атеист, спасать утопающего себя говорил, что даже для меня, конечно, люди, которые вот возьмем в России, там, как говорится, 70 лет атеизма было при коммунизме, да, и я конкретный пример не буду приводить, но действительно, я верю, что такие люди у нас каждый день, что-то происходит. Были люди, которые там спасали других людей, да, тех же сам какого-нибудь утопающего, кто бросился там, кто-то утопает ребенок, пожилой человек, взрослый, не важно, друг, брат, сват, кто-то пытался кого-то спасти, может быть, даже сам погибал, ценой спасения другого, да, не важно, из горящего дома пожары круглые года, кого-то спасал детей, сам может там и приваливало, это и до сих пор он в новостях показывает, есть такие случаи, люди, герои, я все говорил, что если это происходило, допустим, в коммунистическом, в Советском Союзе, и эти люди якобы не верили, не признавали бессмертие, это делать, то в моих глазах они, они, на самом деле, тут, конечно, в Царстве Небесном никто там никого не меряет, они поступили как раз нормально, ну, просто якобы не осознавая это, якобы не признавая это обществу, ну, их не поступок, если они якобы бы верили, потому что в природе человек все равно, он может на словах, конечно, говорить, что он не верит в это, но я говорю, а то, что он не верит, его природа в смертную не изменилась, душа, человек, он бессмертен, как и все божье быть, его я личностное, оно никогда не умрет, оно всегда было в сознании божьем, всегда есть сейчас, и всегда останется теперь на веке, именно это толкает этих людей, хоть они это тоже не признают, поэтому как бы с виду, я как бы просто так на словах говорю тоже, что якобы он даже выше вот такого, как я, для меня отдать жизнь за другого, вы знаете, в вере в бессмертие ничего не стоит, я не ценю ее в том плане, что она для меня какая-то ценность, что я ее вешаю, что я лучше, да, я могу учет, какие добрые дела делать, кому-то помочь, да, помогать, благотворить, там, работать даже на других, но только не жизнь, вот извините, жизнь-то одна, ну как можно отдать жизнь? Можно отдать, ну даже как говорится, сутками работать только на чье-то благо, там, благотворить, да, ну жизнь-то как я отдам? А вот именно, когда ты понимаешь, что ты бессмертен, и твоя суть научиться этой жертвенной любви, то это, конечно же, ведь жертвы Иисуса очень часто выдают, это именно смерть, сама смерть, момент, миг смерти, ничего не значит, и суть жертвы Христа не в его смерти как таковой, вот ежесекундный, это только атеист, может тоже, что он отдал жизнь, как будто он отдал что-то, а он, Иисус говорил, никто не мог у меня ее отнять, и никто не может, ибо я сам есть жизнь, я сам, я ее отдаю, и я сам ее принимаю, я есть, его Петр потом, один из его учеников, так и назовет, начальник жизни, в этом плане, кто до этого доходит, кажется, умаляет жертву Христа, мне не раз в этом тыкали, хотя я удивляюсь, что тычет мне, который за Христа топит, наверное, больше, чем остальные, как за Бога и начальника жизни, это не умаляет в глазах настоящего, ставшего, как Иисус призывал, как его учитель, как Павел призывал стать, как наш жених, да, достигнут этого совершенно, совершеннолетия Христова, это не умаляет, это лишь у тебя познать, да, сама смерть, миг смерти, как бы ничего не значит, ты сам это принял, потому что я сам тоже, я хоть до покаяния, с одной стороны, внутри боролся, я вроде бессмертно, вдруг никто мне об этом никогда не говорил, не показывал, не доказывал, основная масса безумного мира лежит возле и живет в понимании, что, ну, всех червей съедят, да, конечно же, меня Бог, явишься во плоти, в этом просто утвердил, вот и все, я нашел внешне доказательство тому, что жило всегда во мне внутри, а вот жертва Христова, вот эти его страдания, как его мучили, как его убивали, вот это жесточайшее, именно вот боль, которую он испытывал, будучи Богом, имея власть, этого не испытывать, свернуть всех в бараний рог, действительно, жертву Христову возносит просто в небеса небес, потому что, когда ты обладаешь властью, и ты страдаешь, именно боль, смерть, что такое, миг, ее по сути субстанции нету, это миг, ее нельзя ни назвать, ни пощупать, она вот еще жизнь, ну, я говорю, у нормального человек, он понимает и дальше жизнь, это, это секунды в вечности, это тоньше лезвие, тоньше волосы, ее невозможно пощупать, тот, кто понимает жизнь, я вот не могу остановиться, видите, о христианстве, тот, ну, может быть, меня, я, знаете, я говорил, что я рассчитываю, что эти ролики веганские, их смотрят и веганы, и, возможно, их изменит, это, еще, они дополнят свое совершенство, несовершенство, не только веганством, но и истиной, во Христе, любовью ко всему Божьему творению, принятием бессмертия, ты, когда понимаешь это, для тебя вот, у тебя нет, я говорю, как это смерть, ее не существует, я не знаю, как еще объяснить, жизнь и жизнь, все, для тебя, как раз, если ты признаешь смерть, для тебя и жертва Христа, ничего не значит, как Павел сказал, если Христос не умирал, то и пробовать наше тщетно, тщетная жизнь наша, и я, зря подвязаюсь, если там ничего нет, если Христос, отдавал, как многие говорят, ну а что же он тогда, актер играл это, да, он же знал, что он бессмертен, он же Бог, он же знал, что он примет жизнь, сама смерть, как хотите, игра, как хотите, назовите это, это не имеет смысла, сама смерть, если бы он знал, что он умрет, вы поймите, любой деятельный человек, любой человек его дело, если он знает, вот он умер, зачем Павел говорит, что-то есть, ешь, пей, веселись, зачем вообще что-то делать, если я, как человек, все равно не пожну плоды своих дел, говорят там, Богу ничего не надо, я как святоша, мнение, это ерунда, всем нам надо, нам нужна радость, счастье, Бог тоже испытывает радость и счастье, потому что мы его образ и подобие, как не понимать, что у людей есть, у животных есть чувство и ум, то же самое хочется сказать, тупым религиозникам, у Бога тоже есть чувство и ум, потому что мы по его образу и подобие сотворены, он именно чувствует радость, счастье, Бог хочет пожинать, он себя принес жертву, не для того, чтобы потом не пожинать свои плоды, для того, чтобы изменить наши жизни, и пребывать во всем мире, общей радости любви а вот то что как это все происходило это другой вопрос это очень важно понимать у кого умирали действительно люди животные на руках там еще как-то вот заметьте до самой последней секунды смерти еще как будто все имеет смысл имеет цель только умирал как бы тебе плохо не было чтобы вокруг не делались какая-то начинается пустота то есть тут пишется 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 книга жизни и бац и все все ты будешь если ты будешь ты человек ты будешь пинать все что до этой линии жизни если потом не имеет смысла зачем я буду о чем я буду нет уже ничего зачем все это тогда поэтому это очень важно понимать по поводу этого жизни и смерти это тоже очень важно и поэтому конечно и в глазах таких людей эти поступки с одной стороны даже людей которые вот так отдают свою жизнь ради как якобы неверующие даже я вот грунт он даже выше меня якобы действительно отдает свою жизнь я вот не отдаю свою жизнь ну временно одежку снимай ну что я вечен все нет я ничего не отдал чё чё я отдал ничего не отдал вообще ничего но одежду отдал я и так помогаю помогаю с радостью когда людям деньгами или вещами помогаю мне это радость оставлять да я себя чувствую в роли жертвы когда людям помогаю нет вот страдания которые испытывают до самих смерти у бессмертного существа его это просто видите тут круговорот абсурда вроде бы мы говорим в этом мире о смерти а ее в принципе не существует и то же самое с животными действительно это очень хороший момент сказал вот я вам не зря все это рассказал опять возвращаемся уже к нашим пирожкам что веганский с капустой и картошкой что действительно тогда к животу можно еще с больше любовью относиться потому что в отличие от нас мы знаем через пять секунд скоро приедет сама надежда сколько вселяет в человека бывает сил до человек в надежде может сделать нереальные поступки может идти там с ножом в спине еще там километр пройти только одна надежда будет его толкать это делать да какие-то эти пусть там потаенные на энергия которую мы надо в себе не знаем да или со сломанной ногой там человек может десятки километров пройти животное вот именно особенно тут это пытается по твоей же логике там допустим что лучше отвечает тому человеку торгали что животных нет а мозгов и сердца по твоей же логике он не может размышлять что там человеку поможет или еще он просто терпит она существует неважно кошка собака свинюшка она или он терпит просто эту боль без вообще понимания что почему как и когда все это закончится это еще больше должно в человеке вызывать сострадание что является частью одним из проявлений их любви сочувствие сострадание жалость милосердие ну и заканчиваем на сегодня в конечном счете у нас нет никакого права причинять ненужные страдания никакому животному и совершенно неважно насколько сильно она страдает насколько сильно чувствует боль чувствует ли она и как мы слабее или сильнее разницы никакой нет потому что у нас нет права причинять им боль и совершенно неважно в какой степени и по какой причине мы там эту боль причинили они там эту боль испытывают ну вот казалось бы на такой опять простой вопрос я не умею писать маленькие ролики проповеди но зато я надеюсь что после каждого из них у вас эти вопросы остаются настолько закрытыми что уже не о чем просто рассуждать вопросы глупые абсурдны и достойно они первоклассника только до объяснять мама почему а почему и вот неразумному ребенку тут правда по природе поэтому нормальные родители объясняют детям ну вот мне кажется меня слушает взрослые люди но это кос по телу мне на мысль приходится неважно говорил он так или нет некоему православному святому серафиму саровскому известного очень православие почитаем и приписывают такую фразу он как сказал что как жаль говоря православных христианах что люди возрастая по телу якобы там 20 25 30 35 40 50 60 70 80 не догоняют свой телесный возраст своим духовным возрастом и порой в 60-летнем возрасте это мишка мисс развиваем как там кратко я честно не помню кто знаете давно с этим всем был связан что достигает его телесного возрастать телесного мира возрастает по возрасту души духа остаются на уровне детей ничего не сказал нового о чем я уже вспоминал вам павел сказал ну о чем говорил иисус иисус тоже в разных контекстах когда говорил что будьте дети когда не будьте наоборот и в каких смыслах вот павел безобразно прямо сказал ну хотя там тоже часть образа не будьте по уму детьми а на добро будьте младенцы то есть что сразу делать вот так вот на этом у меня все на самом деле я закончу все таки еще той же мысль который уже говорил человеку для того чтобы познать вообще добро и зло есть один закон блага бытия поступай с другими так как ты хочешь поступать с тобой и не поступай с другими так как ты не хочешь поступать с тобой поставь себя на место другого или люби ближнего как самого себя об этом законе жизни говорил иисус христос бог явившийся во плоти который и есть сам этот закон и есть природа всего благого бытия и неблагим его делаем к сожалению мы с вами люди которые творим на земле зло и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok